Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Здравствуйте, мои друзья! В этом году зима нас не баловала снегом. Прошло почти уже ползимы, а дней со снегом можно пересчитать по пальцам буквально. Поэтому, когда снег всё же выпал, я сразу бросилась к фотоаппарату и снимаю это. И, конечно, я сама вообще не против бесснежной зимы, потому что меньше слякоти, не так скользко. Да и потом я хожу в открытый бассейн, а в морозы это не так уж комфортно. И всё же. Но сегодня у меня чудесное настроение, потому что я со своими подружками, с двумя оголинами, иду на блошины рынок ретро. Мы ждали аукцион, и его перенесли на 26-е. Но всё же заведующая секции винтажной моды Евгения Высоцкая пообещала нам сегодня показать распаковку, как вы думаете, чего? Чемоданов с винтажными вещами, которые совершенно недавно блошинный рынок приобрёл у людей, уезжающих в Европу. Это уникальное событие, и я думаю, вам будет очень интересно. И вот смотрите, уже второй раз, и здесь уже много что купили. А что-то появилось новое. Здесь очень много мозаики появилось. Вышивка. Но янтарь был у вас. Так вот, прошла, и жила старая советская Рига. Линтарный комбинат. Я вижу. А серьги у вас какая цена примерно? Ну вот на это всё, 500 рублей за предмет, так скажем. Понятно. Вот это всё. Ну, есть и другого уровня серьги. То твои комнаты делаете всё мужское, а женское? А женское там у нас. А. Там аж два дала, которые запоминаны женской одеждой. А этот будет только для мужчины. Пока у нас не так много мужской. Но мужской, как правило, меньше сохраняется. Ну да, таки женщины наряжаются больше. Да, и нарядов всегда больше. Да, поэтому. Ну, у нас очень много обуви. Обувь у нас от 50-х годов до 90-х у нас большая коллективная. Без маску с отвартиры вы привезли целый чемодан с каким-то вещами. Ну, с какими-то ретро-вещами. Да, чемодан вероятнее всего довоенный, судя по конструкции. Вот мы с вами открываем его. Я тоже не знаю, что здесь. И мы достаем первую вещь. Ну, это антикварная сорочка. Вышивка кружева. Кружева, кстати, хорошая. Ну, может быть, начало 20-го века. Да. Затрудняюсь пока. Отлично. Что-то сказать. Следующее. Это. Это скатерть тоже. Старинная скатерть. Ой, какая красивая. Ну, такие скатерти встречаются время от времени. Это может быть из послевоенное время. Это вышивка по сетке. А может быть, это даже привозной. Нет, это что-то наше скорее всего. Я думаю, что это наше. А скажите, вот цены. Они уже привезли. Нет, я цены, ну, откуда. Нет, конечно, это что мы будем оценивать. Антикварный чепчик детский. С кружевами. Да, вручной работы. Антикварная вещь. Прекрасная сохранность. Ну, немножко отбелить его нужно. Да, да, да. Какие-то, вот я еще вижу детские вещички. Детская, видимо, приданная. Знаете, как мамы сохраняют. Бинеточки, чепчики. Тоже. Какие-то вещицы, да. Слюнявчик, посмотрите. Какая милота. Мама, бабушка, может быть, вышивала вручную. Обметывала край. Вышивку делала кошечку, котика. Ну, это какой-то платочек самодельный. Тоже старенькая вещь. Это, по-моему, наверное, это тоже скатерть. Льняная. Да, льняная старая скатерть. Льняная, шикарная скатерть. Да, прекрасный лен. Роскошная выделка. Как она мне нравится. Выделка роскошная, да. Ничего ей не бывает. Рисунок замечательный. Вот, посмотрите, вот шапочка тоже. Детская шапочка. Пуховая. Да, пух. Кроличий пух. Совершенно милая вещь. У меня розовая. У нас есть лебяжий пух. Шапочка еще старских времен. Я вам потом покажу. Ну, вот, что тут еще. Ну, какой-то текстиль тоже еще одна скатерть. Это все наше, как сказать, детство, юность, молодость. Вот панталончики, пожалуйста. Ну, это 20 век уже. Уже юбки были короткими. Ну, хороши, хороши. Это модополам. Модополамовые панталоны. Ну, вероятно, 20-е годы прошлого века. А сейчас опять в моде. Ну, тоже ручная работа, салфеточки. И дорожки. Дорожки, да. Отреты. Это старые ткани. Очень-очень старые. Кстати, очень хорошие. Качественные, хорошие, натуральные ткани. Вот как интересно, да, этот чемодан полон сюрпризов. Старых вещей, воспоминаний. Да, вот еще одни панталончики у нас. То есть наша коллекция антикварного белья пополнилась новыми экспонатами. Вот ретро снять, вы представляете? А вот воротнички. Это для тех рубашек офицерских. Это все на новые. А, съемные, чтобы выцелили. Да, съемные воротнички. Ну, это еще какие-то отрезы, скатерти. Скатерти. Складь вышитая. Это 145 на 135. Мережка, вот это называется. Да, это мережка. Вышивка по сетке. Это все ручная работа. Вышивка по сетке и мережка. Фабричная работа. Это такая сложная работа. Фабричная. Ручная работа. Ручная это очень. Made in Soviet Union. До 50-х годов. Новый. Новый текстиль. Ну, все, здесь отрезы. Будем разбираться. Хлопчатобумажные ткани тоже очень старые. Я тоже не знаю. А, вы сказали, где-то около 10 чемоданов сегодня. Вот они все, давайте посчитаем, 1, 2 и так далее. Вот, как минимум, 10 чемоданов. Ну, вот мы сразу можем видеть, что тут какие-то... О, вот это интересно, да. Вот, то, что мы вынимаем, я тоже вижу с вами в первый раз. Так, ну, тоже такая же сорочка в более... Так, кружева. В более хорошем состоянии. Практически вещь новая, как я вижу. Да, 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 да. Может быть, даже она и не ношена совершенно. Да, может быть, и не ношена. Да, это начало 20 века. Так, вот это накидки на подушки. Ай, я помню. Прекрасные тоже, прекрасные вещи. Посмотрите состояние. Тоже вышивка по сетке. Совершенно старые, чудесные вещи. Это вторая накидочка. Сейчас все это опять входит в моду, особенно в загородных домах. Люди любят организовывать комнаты в ретро-стиле и с такими накидками, и с плюшевыми ковриками, с медвежатами, там, с оленями и так далее. Вот, кстати, вот панталоны, вот образец советского женского белья. Очень активно все это носилось, да. Сейчас тоже есть любители таких вещей. Помните, кто-то приехал из Америки и был удивлен. Павло-пасадские платки сейчас тоже. Есть люди, которые коллекционируют павло-пасадские платки. Кто думает, это павло-пасадские? Ну, это я уже так говорю. Ну, да, в таком стиле с огурцами и рисунок. Да, да, да. Вот сумочка прекрасная. Ой, какая сумочка. Чунки. А там кошелечек вот этот покажусь. Новая сумка, вы посмотрите, что она в состоянии новой. Ну, что-то тут сложено, да, донтики советские. Тоже быстрее сломано даже. Ой, слушайте, какой сломан. Неоновые могут быть донтики. Ой, какая интересная, да. Саквояжик, баульчик. Это могут быть 70-е скорее, 60-е могут быть годы. 60-е, 70-е. Ручка старый пластик, латунная отделка, что за годы. Наверное, более что-то современное. Может быть 70-е, может быть 80-е даже. Смотрите, есть катерти крышки. Катерти есть, конечно. Старжевая накладка. Это чье? Это немецкая. Это вышивка гладьевая. Да, это вышивка, да. Я вижу, немецкая, да? Старенькая, да. Да. И большой размер, как всегда, такой, как надо. И сколько это примерно будет стоить? А тут, по-моему, даже где-то ценник. Надо смотреть, сейчас на готовых купить. Спасибо. Вот пуговки. Нет. С пуговками, покажите. Ну, это стулинка, турнир. Да, да. Мёргкий мерилиз. У меня есть рулон сукна, мёргкий мерилиз. Ух ты. Клеймон. Я просто сейчас, это нужно его искать. Вот. Но вот это сукно. Дореволюционное. А вы знаете, у сукно такое качество, что они зарывали, прятали в землю, проходило много лет, они доставали, и всё было сахаром. Вот какое было замечательное качество материала. Чисто шерстяное. Чисто шерстяное, да. Мы будем из него шить. У нас будет. Да. Шип одежды из ретро-тканей. Ой. Так, ну тут тоже какой-то текстиль. Ой, а вот салфеточки покажите вам. Что это такое, я не знаю. Вот кратик, наверное. Ой, какая край. Это подборы. Подборы. Вот, пожалуйста. Старое, старинное кружево. Как люшечное. Очень ценится. Как люшечное, да. Лён прекрасного качества. Посмотрите, какой блестящий, ровный лён. Ага. Прямо как шёлк. Ну, видно, что эти подборы служили в обеспеченном доме. Да. В особой крови. Находились, да. У моей бабушки, кстати, были подборы. Да не было. После войны украшали все же вещи. Тут тоже какие-то вещи. А вот этот в пакетике жёлтый что-то. Нет, вот, вот, вот. Вот это. Что это такое? Какая-то прям сказка. Да, что-то старенькое, совсем старенькое. Платочек какой-то крепжоржетовый. Ну, что-то какие-то. Крепжоржет, крепмаякен. Да, да, слова такие, уже забытые. Батистовый. Шоковый платочек, это тоже натуральный шок, старенький платочек, старенькое кружево. Это что, более современное. Ой, вот это что-то. Наволочка или саше. Саше может быть. Нет, это наволочка. Это наволочка. Красивая, вот туда сверху положится. Батист. О, какие-то старенькие полотенечки. Батистовый платочек, сейчас его вообще не найдешь. Платочек, конва, 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 конва. Тоже старая конва. Такие старые. Да. Ага. Ну, это не редкость. Да, это не редкость. Ну, вот, вот старые образцы какой-то старой одежды, кусочки, видимо, остатки. Вот, посмотрите. Какая-то какая. Ну, что, посмотрите. Кисия. Это тоже конва. Кисия. А, кисия. Да, это кисия. Вот это мережка. Мережка. Это все ручная работа. Это надо вытащить нить. Выдирались ниточки по одной. Сеточка обвязывалась вручную аккуратно. И потом по этой сеточке делали вот такую вышивку. Да, нам повезло, что мы попали к вам сегодня прям вообще. Мы в интернете не сидели. Ну, образно, да. Остатки тканей старинных, они тоже интерес представляют коллекционные. Ситец, пожалуйста. Вот вам образец советской ткани. А ситец какой качественный. Я помню, я дешевый ситец купила и сшила платье. Ну, знаете, на урок труда. Пришла, мне в школу сказали, что я... Зачем вы ходите в таких дорогих, шикарных платьях в школу? А это было вообще. Пятидесятые годы. Копейка тогда. Ткани с родными фабричными этикетками. Очень ценятся у коллекционеров. Ну, прекрасное платье. Могло быть пошито в стиле пинап. С широкой юбкой, тонкой талией. Вот это вот я смотрю, что-то прям такое. Это все мои любимые цвета. Фланель, это тоже фланель. Фланель. А какая фланель, качество. Ой, вот это тоже. Помните, это всегда модно было в такую клеточку. Тоже, кстати, ткань с этикеткой. Это восьмидесятые годы. Да. Нет, ну это и сейчас модно, только уже качества такого шерсти нет. Ну, делают итальянцы, но это сейчас... Шерсть, да. Шерсть добавками, вискоза, еще что-то такое. А вот зелененько покажите. Ну, это принт с золотой краской. Принт. Ой, как на стенку. Помните, на как-то стилы. Да, 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 да. Такого плана. Вообще-то бумажная ткань. Вот это мне тоже нравится. Чемоданчик. Вот хорошая тоже буклированная ткань. Или Шанель, можно так сказать, жерсть. Отличная сохранность. Подкладочные ткани. Здесь сразу подкладочные. То, и то, и то. Все же шерсть какая-то. Даже чеки сохранились. Как люди покупают вещи и кладут. И мы находим эти вещи в родных упаковках и с родными чеками. Ну, давайте здесь попробуем, что тоже чемодан. И вот этот чемодан понравился. Это гвардин, что ли, да, такое? Нет, это сукно. Сукно. Это шинельное сукно офицерское. Кстати, с шинель, вот это материал вообще был. Сейчас сукно офицерских шинели очень востребовано. Так же, как и шинель, очень любят шить из сукна. Ну, опять, видите, домашний текстиль. Это приносит разные люди, но эпоха одна. Это родной фабричной упаковкой. Да, это большая удача. То есть это доказательство того, что ткань не современная, а своего времени. Так что... Есть нам с чем теперь поработать. Да, я когда-то шила костюм одной даме из шинельевой в сукна. У нее муж был летчик. И сукно было такое голубоватого цвета, глубокое, очень красивое. В общем, побывали мы у вас и в закромах. Это еще есть закрома, есть другие закрома. И даже вот на, как это сказать, не на открытие, а как... Вскрытие. На вскрытие. Ой, а это тоже чемодан. Ну, это что-то нет, это может быть даже что-то современное. Нет, 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 не современное. Это вельвет, по-моему, да? Это вельвет. Нет, это не вельвет. Типа полотно какое-то такое. Да, что-то такое тканное. Тканное. Платье, кстати. Да, какое-то платье. Да, как у вас тогда, муля. Вся одежда для муля. Это туалетная бумаги, девочка, платьица, пожалуйста. Это такой в туалет вешали, для бумажки резаной. Прелесть. Часть костюма детского, пожалуйста. Пусть газеты еды выклали. Так и вельвет. Вот какой вельвет. Это под бумагу туалетную, да? Да. Это в каких-то таких домах. В каких домах? Во всех. Во всех. В дворянских в том числе. Да. В туалетной бумаге. Может, это вообще какой-то. Смотрите, с вышивкой. Вышивка крестонда. Да. Шелковая подкладочка. Это просто к тому, что действительно надо всем этим пользоваться. А то лежит это все, а потом вы приносите в такие магазины. Да. То есть, если ты собираешь что-то, то надо и пользоваться этим. Смотри, как будто бы шелк какой-то. Но это не шелк. Это шелк, это шелк, это шелк, это шелк туалет, подкладочный натуральный шелк туалет называется. Настолько это все приятно, прям вот для рук. Ой, как я люблю вот эти покрывала, да. Вот это вот моя прям любовь. Это у бабушки все было. Это белая кровать. Ой, какая прелесть. Как те накидки на подушке. Вот сокровища на сетке. Машинная работа, может быть, да. Машинная вышивка и белья на сетке. Так что, ну вот много тут белья, много тканей. Вот еще что-то это, что такое. Детка, вот пожалуйста, посмотрите. Может быть, это как раз Белошвейки, вещи. Для крещения, наверное. Ну, может быть, да. Ну, тоже, видите, ручная работа. Танюсенькая, да. Вот, старый чулок, кстати, да. По-моему, это шелковый чулок. Фильтеперсовый, да? Это, конечно, нет. А может быть, и фильтеперсовый. Но единственный чулочек со швом. Со швом. Старинный. Да, старинный чулок. И уплотненный вверх под резинку. Ну, видите, как по-моему. Шелковый чулочек. Ну, ножи пояса здесь продаются. Прошлый раз мы насмотрели. Ну, опять ткани, ткани, ткани. А вот это вот с кружевами. Ой, фетровая для шляпы. Это колпак, да. Это шикарные шляпы. Да, велюр. Прекрасного качества. Цвет замечательный. Так, вот второй чулок попался нам. Посмотрите, вот. Вот это снимается как раз. Шелковые чулки. Для ретрофильма. Чулки в хорошем состоянии. Они ношеные, но они в прекрасном состоянии. Это большая редкость. Такие чулки найти большая редкость. И большая удача для коллекционера. Ой, вы как кладыскатель какой-то. Ну, по большому счету, да. Вы посмотрите, у нас как много. У нас просто потрясающе. В потрясающе складывается коллекция антикварного белья. Посмотрите. Надо целую секцию сделать. Состояние. Во-первых, размер большой. Это тоже достаточно редко встречается. И состояние. Да. Такие вещи. И такая богатая декорированность. Просто роскошно, да. Боже мой, какая прелесть. Эти соленькие были, да? Да, да. Плюшевые. А я даже помню операцию И. Там что-то такое. Китч, да, да, да. Коники, фикусы. И вот такие плюшевые коврыки. Ну, сейчас наступило время ренессанса, так скажем. Да, да, да. Котиков, котиков, кузей. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Ждем в гости ваших зрителей. Обязательно. Ой, как интересно. Спасибо. 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 Спасибо.